Приветствую вас. Давайте начнем с того, что скажем о наличии у вас как минимум двух проблем. Первая проблема – это то, что вы стесняетесь, не можете чувствовать себя свободно и быть в своей тарелке в компании людей. А второе – это то, что вам страшно что-то сказать, потому что вы боитесь сказать глупости. Вот, пожалуй, над этими проблемами мы с вами и попробуем поработать. Во-первых, ни совет, который давать нам запрещено в силу профессиональной этики, ни книгу, которая вам, к сожалению, тоже не поможет по той причине, что вы информацию в ней все равно восприметесь через некоторую, знаете, призму своих взглядов и восприметесь ее достаточно субъективно, ее советовать вам не буду. Дело в том, что по первой проблеме, проблема в том, что вы не чувствуете себя в своей тарелке, можно сказать следующее. Во-первых, вы и не можете чувствовать себя в своей тарелке. Потому что, когда вы находитесь с кем-то, когда вы находитесь в обществе кого-то, каких-то людей, так или иначе, ваше мироощущение, ваше восприятие себя не изменяется. Вы чувствуете, что вы не одна, и вы чувствуете, что вам нужно соответствовать тем людям, которые, собственно говоря, с вами находятся рядом. И вот тонкость в том, чтобы не то, чтобы прямо соответствовать этим людям, да, чтобы прямо вот стараться быть такой, например, какой они хотели бы вас видеть, а тонкость в том, чтобы быть естественной и свою естественность переносить уже на других людей. И вот именно это вам нужно делать. То есть, понимаете, у вас принципиально неверный подход, по моему мнению, конечно, к этой вот позиции. Чтобы это исправить, чтобы исправить данную ситуацию, вам нужно действовать следующим образом. Вы стеснительные, потому что не уверены в себе. Вы стеснительные, потому что у вас имеются определенные, ну, скажем так, сложившиеся модели поведения, которые были сформированы у вас еще вашими родителями, скорее всего. Значит, сначала нужно прорабатывать ваши детско-родительские отношения, потому что именно родители сформировали у вас первичный образ поведения. И именно этот образ сейчас, на данный момент, не дает вам возможности чувствовать себя свободно, чувствовать себя раскрепощенно. Во-вторых, после того, как это будет сделано, то есть, я имею в виду, после того, как детско-родительские отношения будут проработаны, я думаю, что можно говорить о детском садике, с которым у вас все это началось, а также о том, как и почему родители реагировали на то, что с вами происходит. То есть, вот это вот первичное ваше переживание в детском саду, оно является очень сильным. Оно является очень ярким. И, что самое главное, ваша память воспринимает ситуацию текущую, которая есть сейчас, на данный момент, именно таким образом, что в вашем сознании повторяются все элементы вот той самой ситуации. То есть, память воспроизводит на основании ранее произошедшего события, и цепочки ощущений точно с вами происходят, как бы в наложении опыта прошлого. Иначе говоря, вы проживаете одну и ту же ситуацию из своего детства, например, и во взрослой жизни, когда встречаетесь с каким-то элементом, каким-то отдельным элементом той ситуации, что была у вас. То есть, в вашей памяти существует причинно-следственный связь. В вашей памяти существует именно последовательность этих элементов. И вы автоматически воспроизводите все остальные элементы. Чтобы этого не было, нужно как раз таки вам проработать то, что было тогда, то, что есть сейчас, увидеть разницу, перестать воспроизводить в памяти похожие ситуации, конечно, это произойдет не сразу, но тем не менее. Будет у вас такой опыт, постепенно вы начнете различать. Дальше. Второй важный момент – это то, что, значит, вот вы не можете чувствовать себя свободно и быть своей тарелкой. Почему? Потому что не уверены в себе, скорее всего, потому что треневаетесь в себе и потому что задаете себе вопрос, правильно ли вы, например, поступаетесь, правильно ли вы, например, двигаетесь, правильно ли вы, например, выбираете модель поведения, например, для себя. И здесь нужно работать над вашей уверенностью в себе как раз. Почему? Потому что в данном случае то, что с вами происходит, как бы причина этого в том, что вы сомневаетесь в каких-то моментах. Чтобы в них перестать сомневаться, нужно определить свои слабые стороны, которые у вас есть, а свои, например, недостатки, да, которые у вас имеют недостатки, минусы. И эти минусы проанализируем. То есть какие у вас объективно сильные и слабые стороны? Если с сильными сторонами все понятно относительно, да, то есть как бы это то, что у вас хорошо, это то, что нужно лишь только приумножать, это то, что нужно лишь только добиваться и, собственно говоря, продолжать взращивать. То, что минусы со слабыми сторонами все далеко не так однозначно. Дело в том, что слабые стороны делятся на две части, на два вида. Первый вид – это те слабые стороны, которые вы можете изменить, а второй вид – это те слабые стороны, которых изменить вы не можете. То есть возможности оккупировать их, эти слабые стороны, важно нет. И связано это с тем, что эти слабые стороны как бы часть вас. Эти слабые стороны как бы являются глубинной частью вашей личности. И менять их значит ломать себя. Если с первым видом своих слабых сторон можно как-то что-то сделать, для этого необходимо наметить определенные цели. Цель по исправлению этих слабых сторон, цель по улучшению этих слабых сторон, цель по формированию из этих слабых сторон сильных сторон. Распитить эти цели на задачи, проанализировать средства, условия и требования к выполнению этих задач и организовать деятельность по достижению результата. Настигая определенного результата по отношению к этим целям, то есть решая последовательно эти цели, вы будете повышать свою уверенность в себе. В той части, которая касается слабых сторон, которые вы можете изменить. А в той части слабых сторон, которых вы изменить не можете, нужно просто-напросто прийти к осознанию того, что это вы, это часть вас, и нужно принять в себе эти стороны, нужно принять в себе эти нюансы и сделать их своими индивидуальными особенностями. Естественно, это необходимо корректировать, естественно, это необходимо с вами разбирать. Примеров таких недостатков можно привести много. Например, в моем случае, как вы, наверное, уже догадались, это может быть многословность. И иногда это действительно является недостатком, но вместе с тем это является и положительным моментом. Потому что я, например, работаю голого. Теперь по поводу того, что вы говорите о невозможности чувствовать себя в своей батарелке, уже в контексте отсутствия возможности сказать что-либо и страха осуждения. Вот здесь момент такой. Как бы работая над повышением уверенности в себе, работая над тем, чтобы купировать свои слабые стороны, вы будете повышать уверенность в себе и говорить, естественно, вам нужно только то, в чем вы уверены. То есть то, что вы знаете наверняка. Чтобы вам немножечко было попонятно, что я хотел сказать, я вам приведу такой небольшой пример. Вот если в компании этих людей вы окажетесь целью вопроса по поводу времени, то есть вас спросят сколько времени, наверное, вы будучи уверены в себе, совершенно спокойно это время человеку скажете. Потому что вы знаете. Вы знаете наверняка сколько времени и знаете, что не ошибетесь. Про то, что, как вы скажете и про то, как вы выглядите, или про то, как вы можете выглядеть в этом случае, в этой ситуации, мы пока не говорим. Но вы уверены в чем-то и в том, в чем вы уверены, вы говорите. Вот эту уверенность нужно переносить на другие аспекты возложенных тем. Для этого необходимо определить, что вам интересно. Для этого необходимо определить, какие у вас склонности, какие у вас увлечения. И подбирать себе таких людей, которые бы разделяли эти ваши базовые интересы. То есть компания людей, если их интересы не совпадают, будет реагировать, влиять на человека, даже более уверенно в чем вы. Таким образом, каким вы описали, только потому, что такому человеку нечего будет сказать в данном обществе. Нужно подбирать контингент людей под свои интересы. Для этого интересы свои нужно определить. Дальше. Теперь по поводу того, что вы, значит, боитесь, что вас будут осуждать. Боитесь, например, показаться глупой. Ну и, наверное, думайте о том, как вы будете выглядеть. Здесь есть несколько моментов. Первое, что нужно сделать, это, во-первых, перед зеркалом посмотреть, как вы выглядите. То есть как вы себя ведете. То есть перед зеркалом скорректировать свое поведение. Чтобы вы знали, как вы выглядите, когда что-то говорите, когда сидите, да, если сидите, то как сидите, если стоите, то как стоите, какая у вас поза, осанка, положение головы, выражение лица и так далее. Все это нужно спорректировать перед зеркалом, чтобы вы сами для себя определили вот эти моменты, элементы наиболее выгодным для вас образом. Причем наиболее выгодным именно для вас образом, чтобы вам самой касалось это наиболее подходящим для вас. Дальше вы это состояние запомните и в следующий раз, когда вы будете с людьми, вам нужно будет вести себя именно так. То есть вы как бы вспоминаете, как вы выглядели перед зеркалом, вспоминаете, как вы нравились себе и ведете себя так же с людьми. Сперва это будет не очень легко, потому что вы не привыкли, но если вы будете придерживаться, то со временем это поведение будет у вас на полном автоматизме. То есть вы интуитивно будете принимать все выраженные лица, которые вас наиболее устраивают, по вашему мнению. Теперь в том, что касается, теперь про то, что касается, собственно, того, что когда вы одна, вы свободны, когда вы с кем-то, то нет. Здесь нужно сказать, что действовать рекомендуется постепенно. То есть, например, вот вы одна, все хорошо. Предположим, что к вам дошла мама или, скажем, родственник какой-нибудь. Как вы себя будете чувствовать с ним? Плохо или хорошо или будете чувствовать себя свободно или нет? Предположим, если будут два родственника или три родственника, четыре родственника и так далее с этими людьми, как вы будете себя ощущать? А теперь предположим, что среди родных появляется незнакомый человек или ваш друг друг, или ваш сверстник. То есть, как раз таки кто-то из тех, кого вы, например, опасаетесь, кого вы стесняетесь. И в этот момент происходит такая ситуация, что вы начинаете чувствовать привозки. Это еще не стеснение как таковое, потому что при правильном подходе вы будете видеть перед собой, как гораздо больше факторов, как бы это сказать, гораздо больше положительных факторов, чем отрицательных. И эти положительные факторы будут помогать вам, как бы, купировать стеснение, купировать страх и так далее. Но важно вот это вот состояние, когда это еще не стеснительное, но уже и не спокойное состояние, выделить, чтобы вы находились в нем. И вот со временем это состояние при равных условиях будет проходить. И как оно будет проходить, вам нужно будет увеличивать, как бы, нагрузку на себя. То есть, все больше и больше повышать количество людей, например, с которыми вы общаетесь. Последний момент, который я хотел бы вам сказать, заключается в том, что вы боитесь осуждения. Ну, во-первых, здесь нужно сказать так. Кто-нибудь, хотя бы раз в жизни, кроме детского периода, когда вы уже взрослый человек относительно были, осуждал вас напрямую. Если да, то как? Видите ли, человек грубый, который находится в дефиците собственных желаний, всегда будет осуждать вас критически, грубо, оскорбительно. Такого человека, вряд ли, имеет смысл воспринимать всерьез. У него свои проблемы. Если же вам мягко, вежливо укажут на ошибку, такого человека нужно поблагодарить. Но если вас задело то, что он указал вам на ошибку, значит, это просто нашло отклик у вас внутри. И либо это нужно купировать, либо принять. Кроме того, осуждать действительно любят все. Но давайте подумаем, почему люди осуждают. Ну, наверное, потому что общество такое, что примит все сделать всех людей одинаковыми. Люди осуждаются там просто за счет этого, они самоутверждают. Вам нужно понимать, что в жизни вы будете сталкиваться с осуждением всегда, когда будете преследовать свои цели. Когда будете осуждать свои желания. Всегда вы будете встречаться с осуждением. И если вы не будете уверены в своих желаниях, то осуждение будет вызывать у вас сомнения, страхи и так далее. И здесь мы вновь вспоминаем о получении уверенности в себе, о которой я говорил раньше. Но, говоря о осуждении еще, хочется сказать, что вот когда вы что-то говорите, вы спрашиваете себя, осудили ли вы? Был ли факт осуждения? Если его еще не было, то о чем переживать? Чего бояться? А если он случился, то какую цель человек преследовал? Осуждение. То есть чего хотел человек, осуждая вас? Если он осуждал вас в грубой форме, то он для вас ничего не хотел. Ему нужно было за счет вас самоутвердиться. Такого человека воспринимать серьезно не стоит, и слова его на свой счет точно принимать не надо. Если человек осудил вас мягко-мягко, вежливо и деликатно, и вас заделал, значит вы не уверены в себе, и нужно это проработать. Смотрите, если вы идете по тротуару в дороге, и если я вам скажу вежливо, мягко, деликатно, скажу вам, извините девушка, вы идете неправильно, вам нужно идти по дороге. Притом, что ни перекрестка, ни светобора рядом нет. Сплошной поток идет в машину. Вы скажете мне, так же мягко и вежливо, что вы находитесь в своем справе, и вряд ли вы имеете возможность идти по дороге. То есть, видите, деликатность осуждения не означает, не всегда означает его правоту. Это тоже нужно анализировать. То есть, желательно четко установить грань, между тем, когда вы воспринимаете осуждение на свой счет, а когда понимаете, что человек подследует свою цель. Чем успешнее вы будете это делать, тем меньше у вас будет поводов для страха. И если вы будете делать все то, что я говорил, то страх вообще не будет у вас. На этом все, много получилось, но надеюсь, что информация была вам полезна. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.